всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью вот не поверите мои дорогие я к вам вышла все причесалась у чесалось бы была красивая и все видите вот все волосы уже все у меня сырое потому что у нас стоит очень сильная жара вот даже сейчас далеко вот наверно за 20 23 наверное хотя у нас поздний уже вечер около 7 часов жарко вообще и ночью тепло очень и днем стоит жара но ночью тепло это хорошо но жара днем конечно невыносимая очень сильная днем вообще практически на улицу не выхожу вот встаю я очень рано сейчас уже я встаю даже в четыре часа утра чтобы сделать какие-то дела в огороде потому что мне еще не все высажено не все высажены цветы вот здесь вот можете заметить не знаю видно вам или нет еще тут еще тут и море цветов но еще кое-что поедет в киров вот кое-что еще здесь у меня уже запросы есть просто я еще не раздала вот но сегодня я хотела с вами поговорить о луке именно луке потому что вот сейчас то то время сейчас я вам покажу свой лук когда нужно вносить первую подкормку луку и очень отличаться вот подкормка нынешняя в этот год от прошлогоднего года почему потому что разные погодные условия у нас на данный момент прошлый год когда мы посадили лук бы стояла очень холодная погода дожди был холод была минусовая даже температура мы прикрывали лук на ночь а нынче такого нет и подкормка будет совершенно другая солнышко светит и смотрите какой луч до солнца прямо вот сюда вот ну в общем все равно вам как-нибудь постараюсь показать а вот лук вот видите он взошел и довольно таки перо больше уже пяти сантиметров где-то еще наверное уже и сантиметров 10 и такой лук нуждается в подкормке давайте уточню еще дам что сейчас идет речь о луке и семейном шалоте чуть не сказала яровой чеснок смотрю на него вот а шалоте идет речь про шалот я вам и буду рассказывать вот у меня видите даже видите что вода стоит потому что у меня прошел только что полив вечер подкормить я буду завтра утром рано утром потому что пролив провела сегодня вот вечером прошел полив вот яровой чеснок хочу показать что тоже начал сходить вот так вот вот так вот наверное вам будет видно а вот его немножечко еще подожду потому что он еще неравномерно у меня взошел погрядка видно вот поэтому его подожду может дня три-четыре и попозже проведу подкормку вот а лук буду проводить завтра утром чем будем кормить сейчас вам покажу вот здесь на солнышке у меня стоит фляга 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 с очень вкусным удобрением так вот она удобренец ваша видите вот у меня уже стоит это пять дней запах идет уже такой кисловатый как вам сказать это и не сказать же конечно если у меня здесь находится куриный помет приблизительно наверное на флягу на эту ну пол ведра наверное литров 5 может чуть побольше я помета взяла вот и нарвала крапивы вот крапива вот тут вот росла у меня вдоль вот тут вот везде была крапива все сорвала и все сюда закидала вот и была банка варенья старого болталась в холодильнике в общем не съели она тоже сюда ушла все вот у меня на солнышке здесь у меня солнышко это юг очень хорошо притекает вот здесь вот упала камера так вот здесь вот у меня стояла эта фляга в течение пяти дней завтра будет сегодня решать ну где-то вот так вот у меня убродилась все удобрение готова именно этим удобрением я нынче буду поливать лук поливаем и таким образом что ведро на ведро воды значит литра этого удобрения ну как 10 литров а ведро значит литра удобрения и 9 литров получается воды встала тут может быть тут не так уже солнышко светит значит прошлогодняя подкормка отличается от нынешней подкормки я как я уже сказала связи с погодными условиями прошлый год первую подкормку я делала не коровяком или настоем навоза как-то называют час уже коровяка нет сейчас уже птичий помет у меня на раньше был коровяк всегда использовали вот а делала мяч на селитры потому что погода была холодная почва была холодная корни лука у меня никак не всосали бы во первых это удобрение которое у меня сейчас готово а во вторых это удобрение не получилось бы потому что был холод и это бы ничего не убродилась конечно можно было поставить в теплицу можно было бы повошкаться там сделать но все равно корни у лука это бы не усвоили а вот а мяч на селитру в холодную погоду они усвоили у меня прошлый год прекрасно сами знаете ролики можете посмотреть в плейлисте сад огород рассада там видно как у меня лук хороший лук у меня вырос прошлый год обижаться не на что вот поэтому я вам сразу говорю смотрите в каждом регионе свои свои погодные условия на где-то жарко где-то холодно и отсюда нужно танцевать чтобы удобрение первую подкормку внести луку и какое удобрение это будет или это будет азотная мяч на селитра или это можно сделать настоем вот значит у меня птичий помет и крапива если у кого-то нет навоза ничего страшного нет дайте неделю побродить траве будет зеленое удобрение точно также траву нарвите для удобства можно вот старое варенье туда можно туда кусочек даже дрожжей туда чтобы это все забрать даже здесь вот стою с вами говорю и не могу под градом просто на вот ужас какая у нас май же это май у нас месяц напомню вам что я проживаю в кировской области город котельник кстати не по всей даже кировской области стоит такая жара свать я звонила в подосиновец и говорю я не могу на улицу днем выходить она где то что такое будет еще жара так она видит и что мы замерзли у нас 10 градусов вот так вот поэтому не везде так и поэтому именно котельнич у нас такой островочек жарко у нас хорошо хорошо печет в мае месяце вот ну отвлеклась значит поэтому вот и говорю вам что смотрите по своему регион покажу вам еще чеснок это зимний чеснок вот он достаточно уже у меня видите какой большой как вам показать чтобы видно было вот видите мою руку вот вот провожу вот ну и в общем даже по чесноку можно посмотреть вот спрашивают многие что про чеснок что начали желтеть там верхушки у чеснока или что-то еще но первого подкормка должна быть тоже у чеснока должна быть она именно азотно но мы не кормили я уже не один раз говорила что мы не кормим чеснок уже второй год азотным потому что мы закладываем с осени навозом и навоз пропитывается туда со снегом все это дело уходит и у нас вот так вот растет чеснок прекрасно так значит вот даже я не знаю как вам стать показать вот так вот видите вот один сорт чеснока и тут же сразу переходит вот второй сорт чеснока да он отличается друг от друга поэтому может вот на каком-то сорте начала вот желтеть перышко немножко видите вот есть желтизна да какая-то а вот тут вот на этом сорте например желтизны практически нет вот поэтому от сорта тоже многое зависит подкормка у меня была сделана монофосфатом калия монофосфат калия столовая ложка на ведро воды после полива ну вот на такую грядочку я вылила приблизительно наверное ведра 3 наверное ведра 3 вот ну и вот тут вот у меня взошел уже уже взошел зимний лук вот этот который осенью мы сажали вот он вот ну тут попадается чеснок это я его вырву потом так я не стала трогать мы вырываем его на еду вот и вот значит видите вот ну посмотрим что из этого лука вырастет посмотрим уже можно полоть видите вот так вот ну раз уж я мимо прохожу покажу вам немножко свою красоту которая сейчас уже начинается начинается а вот так вот вот такая вот красотень но это еще только начало вот сами видели вот показывала буквально недавно питуней только пересадили да они уже видите вот как все уже пошли вишня отсвела вот видите уже все вишенка отсвела сейчас будем ждать сколько ягодок у нас будет как будет все конечно же вам покажу какая красота вот такая красота вот такая красота вот такая красота вот тут вот синие эти красавцы какие распустились присела сюда опять на это место тут у меня сзади вот потом все распустится вот там вот у меня опять будет у меня такая дорожка из цветов я очень люблю летом там сидеть там так красиво вот в общем уже когда все распустится тогда покажу сейчас просто уже мимо проходила думаю надо же вам показать мою красоту уже выходишь утром так приятно цветы прямо на глазах начинает распускаться не забываем тоже про цветочки подкармливаем их калий фертика комплексное удобрение кормите хорошо если кто-то пролонгированное удобрение долгоиграющие положил в грунт во время высадки у меня такой возможности не было я не положила но придется так кормить а вот так вот надеюсь что про лук я вам все рассказала все ясно и понятно и все пока да давайте пока так ролики по луку у меня но у всех же вот видите вот и я говорю у меня сейчас вот такая стадия лука да что он не не с небольшой сейчас вот кормим только вот азотным удобрением да даем у кого-то стадия лука другая да допустим уже большой лук и нужно уже какое что-то другое посадим у кого-то опять начались проблемы может быть желтеет да лук заходите ко мне плейлист сад огород рассада набирайте лук там много всего есть про лук уже не первый год я снимаю смотрите кому что как вот интересно exhibition попозже немножко покажу потому что показывать там сейчас нечего там он просто высажен у меня и лежит сейчас жарко поливаю его утром и вечером спрашивали дня три назад наверное едва ли как то вот так вот я высадила его поливаю утром и вечером хожу пока живой а дальше там уже видно будет сколько бы останется в живых его и выживет ли весь он а покажу тоже вам потом сниму высадила немного высадила в мошкара высадила немного их и вот значит полторы грядки всего посадила мне луку хватит я уже понимаете тоже нужно рассчитывать свои силы да ведь это все нужно еще вот выпало все обработать все подкормить за всем сходить вот остаточек отдала уже подруги пусть она высаживает надеюсь что видео мое будет вам полезно и всего вам самого доброго самого хорошего берегите себя видео скорее всего выйдет завтра утром уже потому что сегодня уже пока смонтирую уже будет поздно берегите свое здоровье самое главное огород это только огород а здоровье у вас одно поэтому любите себя в первую очередь следите за своим здоровьем всем вам всего самого хорошего самого доброго если понравилось видео то поставьте лайк напишите мне пару слов комментарии я буду вам очень благодарна и вообще пишите в комментариях вопросы какие вас интересуют я всегда стараюсь вам ответить всего вам самого хорошего с вами была ваша татьяна пока пока а а Продолжение следует...